Приветствую вас. Я думаю, что вот ваш текст это запрос, запрос именно на работу дальнейшую. Вот. Это запрос в первую очередь на то, чтобы с одной стороны принять себя таким, как вы. И с другой стороны, это возможно принять то, что вы хотите, принять то, что вам нужно. Потому что зависть, это по факту, что человек завидует в основном тому, что он может сделать. Человек завидует в основном тому, что в его силах. То есть это не работает так, что человек завидует каким-то абсолютно неизбыточным вообще моментом, да, неизбыточным каким-то идеям. Вот. Это. Так это не работает. Вот. Если человек чему-то завидует, то он завидует, как правило, все-таки тому, что, ну, тому, что действительно он может добиться, тому, что действительно он хочет то, что он чувствует, что это его. Это не просто, вот, что-то. Отстраненное. Отдаленное. Вот. А значит, имеет смысл, конечно, имеет смысл принять свои желания, имеет смысл принять свои потребности, вот, принять то, что вы хотите. И, соответственно, уже в этом ключе двигаться по своей жизни дальше. Дальше. Так. Завыщая его значимый, мы стараемся деньги на еду и развлечения. Ну, а тут я могу сказать только то, что вы бежите от себя. То есть, как бы, ничего плохого в том, что вы тратите деньги на еду и развлечения. Нет. Ничего плохого, ничего страшного, ничего негативного в этом нет абсолютно. Другой, другой момент, другой момент заключается в том, что если вы это делаете бесконтрольно, если вы это делаете бесконтрольно, то, возможно, вам просто некомфортно с собой. Возможно, вам просто некомфортно наедине с собой. Возможно, вы бежите от себя, ну, пытаетесь убежать от себя. Ну, вот. И в этом случае, конечно, да, в этом случае можно говорить о том, что это негативное какое-то проявление вашей активности. Но у него есть тоже причины какие-то, у него есть тоже какие-то основания в этой активности. И так просто отказаться от нее, мне кажется, было бы лично самонадеянным и не гуманным, не аккуратным, не бережным обращением с вами. Ну, просто в том смысле, да, что это не недостойное отношение к вам, недостойное обращение с вами, на мой взгляд. Если мы говорим, да, именно о том, чтобы вы просто прекратили, например, тратить деньги, там, на еду и на все остальное. Вот. Дальше. Хочу иметь клетку в свою машину, но катаюсь на каршеринге, и в результате не получается сказывать на стол. На стол как заставить себя? Никак, потому что заставляя себя, вы не прибавляете какой-то привлекательности тому, что делаете. Тут момент другой, почему вы катаетесь на каршеринге? То есть, именно, почему вы катаетесь на этом? То есть, если вы хотите, если вы хотите машину клетку иметь. Да, для чего машина? Машина, во-первых. Для чего вам машина? Вот. Это тоже очень важный момент. Зачем вам машина? То есть, видимо, она вам не так важна, раз вы игнорируете расход денег, и для вас важна, очевидно, что это другое. Вот. Я не говорю, что это плохо, что это для вас важна. Я говорю о том, что это имеет место быть, и нужно принять, просто принять то, что для вас важно сейчас. В этом ничего плохого нет. Дальше. Воспринимаю девушек, как объекты для удовлетворения, не хочу отношения, только секса. Ну, опять же, не встретили еще свою девочку, не встретили ту, которую вы полюбите, не встретили ту, с которой захочется именно отношений, а не чего-то другого. И секс, да, ну, секс это нормально, желание секса это тоже нормально. Ну, вот. То есть, грубо говоря, что в этом такого вы видите, что в этом такого вы видите для себя негативного? Да, что вот хотите от этого отказаться, к примеру. То есть, вот, ну, для меня этот момент, он важный. То есть, да, да, вы хотите, вы воспринимаете девушек только как объекты для удовлетворения там потребностей, вы хотите с ними только секс. Ну, и что в этом такого, если сейчас вы к этому, если сейчас вы не готовы к другому, ну, к другим, к другим видам отношений, да, то вы хотите что сделать, хотите себя заставить, опять же, вы хотите себя заставить, по-другому относиться к, ну, к девочкам или что, или что. то, понимаете, какая штука. То есть, вот это, на мой взгляд, очень важный, очень важный момент, что вы хотите для себя встанет. Понимаете? Вот, поэтому мне кажется, мне кажется это очень важно. Мне кажется, это очень важный момент, там, на самом деле. Так что, то, что вы сейчас воспринимаете девушек и девушек так, ну, ничего удивительного, я думаю, что потом вы, может быть, потом вы поменяете свое отношение к, ну, к ним, может быть, а, может быть, и не поменяете своего отношения к ним. Такое тоже может быть, вот. То есть, вы здесь испытываете что? Вы здесь испытываете чувство стыда, вы здесь испытываете или что? То есть, вот, мне кажется, что этот момент его нужно как-то вот поисследовать, ну, более подробно, вот. Потому что это важно, опять же, это важно именно для вас. Дальше. Так, на втором курсе я встречался с девочкой полгода, потом расстались, по ее инициативе видел ее за три года на четыре раза. Я, в том числе сегодня, до сих пор злюсь на всех женщин, ненавижу их, как двигаться дальше. Ну, злость нужно раскрыть, очевидно, что вас это задело, то, что вы, то, что девочка от вас ушла, очевидно, что вас это задело, очевидно, что вы не приняли своей ответственности за то, что случилось, за то, что произошло, вот. И если вы до сих пор ответственности своей не приняли за то, что случилось, то нет ничего удивительного в таком случае, что вы злитесь, потому что, ну, в данном случае, злость это абсолютно нормально, потому что, вы обвиняете девочку, что она от вас ушла, при этом пытаясь защитить, при этом пытаясь защитить то, что вы делали, то, как вы поступали, то, чем вы занимались, вы это все пытаетесь защитить сейчас. Вот. Именно поэтому возникает злость, злость возникает именно по этой причине, из-за того, что есть стремление, есть желание защищать себя, свою позицию и так далее, свои какие-то установки, свои поступки, ну, вот. При этом вы игнорируете то, что вы можете быть не правы, и именно вот невозможность, невозможность признать это, невозможность признать то, что вы можете быть не правы в этом, невозможность признать свою ошибку, ну, ведет вас к тому, что вам не по себе, к тому, что вам тяжело, к тому, что вам трудно, к тому, что вам больно, и в данном случае злость это не что иное, как защита, по сути. Вот. То есть через злость вы просто защищаетесь, защищаете себя сами, себя самого. Вот. Это нормально, но другое дело, чтобы это прошло, нужно раскрыть этот момент, раскрыть то, почему так происходит, раскрыть то, что, ну, что лежит в основе данной реакции. То есть, ну, девочка ушла, девочка не захотела быть с вами, что такого в этом, прямо страшного, лично для вас, да, то есть, что такого ужасного, что вызвало у вас злость, да. Вот. Сейчас все видно, что вас это где-то как-то задело в чем-то. Вот. И, ну, собственно, нужно это исследовать, нужно просто это исследовать, нужно просто для себя этот момент определить, для себя этот момент раскрыть, и, я думаю, вам будет легче. Вот. Девочку, забыть вы ничего не сможете, потому что она часть вашей жизни, она часть вашего опыта. Как бы вам, как бы вам, как бы вам было неприятно это, но она все-таки часть вашего опыта, она часть вас, и это нормально, что она вызывает какой-то вот негатив у вас. Вот. Мне кажется, что, ну, нужно этот момент проработать тоже, проработать тоже. То есть, не пытаться забыть ее, да, не пытаться забыть кого-то, а, возможно, наоборот, принять это. Возможно, наоборот, принять то, что вы чувствуете, принять, принять то, что вы ощущаете. И мне кажется, что это позитивное такое изменение для вас, позитивная такая позиция для вас, вот. И, в итоге, это будет только лишь плюсом, только лишь пойдет вам на пользу подобная, ну, подобная позиция, подобный подход. Вот. И раскрыть, раскрыть свои чувства, ту боль, которую, может быть, причинила вам девочка, да, вот. Вот это тоже очень, очень важно это раскрыть, очень важно это понять, чтобы вы сами для себя, например, чувствовали и понимали, почему произошло именно так, что произошло, по какой причине произошло и так далее. Вот. И вам. То есть, в целом, у меня есть ощущение, что вы очень такой потерянный человек, вот. То есть, есть ощущение, что вы не очень понимаете, куда вам двигаться, к чему вам двигаться, вот, чего вы хотите. Вот. Есть ощущение, что нет у вас такого вот понимания данного аспекта, вот. Вот. И из-за этого вы пытаетесь активно заменять, активно замещать, чем угодно свою вот эту вот, может быть, пустоту, которая у вас имеет место быть. Вот. Я не утверждаю сейчас наверняка, но мне так видится, мне так кажется, вот, с точки зрения профессиональной психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Да, спасибо вам. Здравствуйте. Продолжение следует...